так значит здесь музыку поправить так картинок я и видеоряда достаточно много сделал в этом ролике думаю будет интересно вот отлично шарь привет такое дело короче люпин просил передать что нам на канал кинули страйк за ролик как озвучивается знаю твоя рубрика знаю тяжело делать за видеоряд за картинки из аниме кинулись страйк на канал пришлось скрыть пару роликов еще также убийцу гоблинов и сао так чё делаешь всем привет дорогие друзья с вами шарон и наконец-то у меня появилось свободное время чтобы сделать для вас очередной выпуск своего блога который смотрит наверное не так много людей как люпин она тоже смотрит поэтому я его и делаю я хочу сказать вам всем большое спасибо ребята нас 300 тысяч на канале большое спасибо вам всем что подписываетесь что смотрите ролики и за то что надеюсь нажали на колокольчик чтобы не пропускать новые ролики например почему бы нет нажмите не пропускайте новые ролики так вот что же в моей жизни в последние полмесяца было страшно такого тяжелого что я еле озвучивал не выпускал видео ничего даже не сделал ролик анонс озвучки на осень 2019 а просто текст объясняю у меня была аттестационная работа на доп образование документоведения и архивоведения сейчас я успешно сдал свою аттестационную работу осталось ее лишь защитить через неделю будет защита и после этого я получу первое в жизни профессиональное образование не знаю правда зачем но пусть будет а то мало ли вдруг пригодится в учебе в универе тоже началась настоящая жесть начали сдавать кучу каких-то проектных заданий без которых я не получу зачет и надо их готовить делать набирать баллы иначе иначе никак как бы всем в универе на себя большому счету все равно в универе ты должен сам следить за тем что ты делаешь и когда ты это делаешь потому что если в универе ты что-то закинешь что виноват в этом будешь ты сам и никто с тобой бегать не будет тебе просто не поставят зачет и все поэтому вот эти вот все три недели я бегал на занятия что-то готовил какие-то занятия к сожалению я пропустил из-за того что я мало спал я очень мало спал вот сейчас я могу спать больше но сейчас новость которая лично у меня вызвала крайне высокую степень охеревания от происходящего значит на наш канал прилетел страйк за ролик как озвучивается обещанный neverland я автор этого ролика я делал этот ролик на протяжении нескольких дней ночами сидел и делал этот ролик и там были вставки меньше десяти секунд кадров из аниме чтобы было понятно что и как мы озвучивали так вот больше кадров в рубрике как озвучивается из аниме не будет будет исключительно картинка тех людей кто озвучивает видео ряд тех людей кто озвучивает и какая-нибудь музыка возможно написанная мной самим потому что не дай бог прилетит за авторские права и нет я вовсе не горю понимаете те эти ролики уже посмотрели те люди которые хотели их посмотреть а те которые могли бы их посмотреть их очень мало потому что просмотры на этих роликах последнее время росли очень медленно знаете как работает система ютуба ты выкладываешь ролик первые три дня его смотрят люди которые подписаны на твой канал которые следят за уведомлениями которые вообще сидят на ютубе проще дальше если этот ролик хорошо идет у твоей аудитории он попадает в рекомендации в других роликах и тогда ты можешь привлечь к себе новую аудиторию а вот но когда проходит полгода год твой ролик попадает в рекомендации с очень малой вероятностью потому что сейчас туда попадают ролики какой-то 12 летний 5 летний 6 летней давности которые вообще непонятно каким образом они у меня там есть вот и все а твои ролики которые год назад были выложены практически никто не смотрит правда жизни поэтому я не сильно расстраиваюсь из-за удаления роликов как озвучивается обещанный neverland убийца гоблинов и мастера меча онлайн по моему еще атаку титанов но это не точно не помню вот их уже посмотрели те люди которые которые хотели их посмотреть скажем так поэтому я не расстраиваюсь хоть я и потратил на их создание довольно много времени больше меня расстраивать что на канал прилетел страйк за эти ролики три таких страйка и твой канал блокируется навсегда страшно правда липин конечно подал апелляцию на вот этот вот страйк который нам прилетел ни с того ни с сего надеюсь ситуация разрешится в нашу пользу потому что действительно мы ничего такого не нарушали мы не брали труд японцев полноценно выдавая его за свой что-то такое вот это просто добросовестное использование должно быть по крайней мере если нет если не получается то и хрен с ним делаем просто контент который наш собственный авторский не будем вставлять кадры за ними хрен с не ладно больно они нужны нам я думаю вам важно что делает наш проект они сами анимешки анимешки вы можете посмотреть у нас на сайте вот поэтому а вот как они озвучиваются вы можете уже посмотреть здесь думаю новый формат вам понравится не меньше чем старый буду стараться над тем чтобы было интересно смотреть а теперь внимание хорошие новости бесконечное лето именно четвертый день уже на стадии завершения то есть уже совсем скоро мы сможем насладиться в русской озвучке данной новой от нашей команды я шарон курируя этот проект занимаюсь озвучкой также по совместительству главного героя семена мыслей и самого автора работы было бесчисленное множество донатов было очень много в нашу поддержку большое всем спасибо ребят и официально заявляю что осталось совсем чуть-чуть возможно на этом канале а возможно на моем пройдет стрим эксклюзивный стрим где мы впервые где вы впервые вместе со мной сможете услышать русскую озвучку в четвертом дне бесконечного лета после стрима она будет выложена и каждый сможет в нее поиграть установив себе мод в стиме а теперь смотрим промо ролик к четвертому дню бесконечного лета который я подготовил специально для этого выпуска я сидел в шезлонге и смотрел на звезды сегодня ночью они казались ярче чем обычно может быть потому что еще недавно моим единственным источником света был фонарь а потом факел звезды ярче фонаря тем более факел а многие звезды наверное даже ярче солнца только они далеко ну а сейчас дорогие друзья я вам предлагаю на секундочку закрыть свои глазки и я на фуме анонсирую для вас 2 и 3 сезоны восхождения героя щита да да ребята авторы аниме сериала восхождение героя щита официально заявили что второму сезону быть и третий сезон уже в разработке я несказанно рад что этот аниме сериал получил движение и продолжает пользоваться популярностью набирать аудиторию и выпускать следующие сезоны потому что рано бет действительно интересно хотя многие считают что там дальше после четвертого тома пятого все скатилось все говно все на фуме себе собрал гарем из детей не сажайте это шутка и короче все уже его никто не унижает уже вся фишка сериала потерялась смотреть не интересно идите нафиг отсюда все я буду ждать четвертый сезон восхождения героя щита и смотреть его и вам советую смотреть вместе с нами также еще немного новостей про героя щита нашего на афуме в 2020 году вновь и сикай нет высекайный квартет да да вы не ослышались второй сезон аниме и сикай квартет который выйдет уже зимой 2020 года получит новых персонажей в лице на афуме рафталии фира и возможно других персонажей из вселенной героя щита что же теперь я официально участвую в этом релизе вместе с нашими ребятами если раньше я просто заменял наца на роли субару то теперь у меня появился свой собственный персонаж тем более если на афуме и в этом мире снова обвинят в изнасиловании он уже будет знать что делать шаровые диалоги 29 сентября каких-то полмесяца назад у меня был лучший праздник в моей жизни наверное потому что во первых это юбилей во вторых это как вы поняли день рождения мне стукнул двадцатник и не надо сейчас говорить что ой шарон по голосу тебе там можно дать больше я очень молода выгляжу кто видит меня в жизни я они удивляются они реально удивляются очень многие потому что я маленький я компактный я молода выгляжу и и не похож на взрослого человека какой я взрослый я хочу сказать еще раз всем спасибо за поздравление и отдельное спасибо сказать сильв которая приехала ко мне в этот день отпраздновала со мной день рождения купили тортик приготовила покушать счастье сказка балдеж спасибо если ты смотришь спасибо я знаю что ты улыбаешься ты смотришь и так раз два три что-то наш круг хайповости не заканчивается и сейчас речь пойдет про аниме мастера меча онлайн алисизация наконец-то вышло продолжение этого аниме сериала война в андерворлде так его кличут сейчас к сожалению главного героя ближайшие половину сезона точно не будет а это значит что кирита в моем исполнении вы сможете услышать только через пол годика меня конечно эта новость тоже довольно сильно расстроила но зато появилось время уделить внимание другим персонажем и это не может не радовать в центре сюжета второй части алисизации станет главная героиня алиса и также под конец сюжетные линии появится асуна и всеми нами любимые девушки благополучно собранные кирита в гарем в первых двух сезонах по моим впечатлениям от первой серии могу сказать что первая серия очень красочная очень ламповая очень приятная приятная музыка приятная рисовка очень приятно видеть что иван picture старается над этим сериалом и рисовка не испортилась по сравнению с первой половиной алисизации и более того мне кажется даже соусмотреть стало еще приятнее но я не читал рано бы дальше 14 тома поэтому я не знаю событиях которые будут происходить в алисизации дальше и концовка первой серии меня заинтриговала скорее всего экшон начнется уже со второй серии очень необычно скажу еще видеть кирита в том состоянии в котором он сейчас находится вот меня это немного огорчает конечно но тем не менее смотреть очень интересно как о нем заботиться потому что этот парень действительно очень многое сделал для всего подмирья по крайней мере для людской половины подмирья вот будем смотреть будем смотреть сериал не скатился сериал топчик а и кстати да вторая часть алисизации война в андерворлде будет разделена на две половины то есть в осеннем аниме сезоне 2018 года нам покажут 12 сериал алисизации будет перерыв в сезон а весеннем аниме сезоне 2020 года нам покажут оставшиеся 12 серий надеюсь все мы рады этой новости ведь рисовка станет не хуже спустя это время у иван пикчерс появится больше времени нарисовать все нормально да вы со мной согласны вы же не будете кричать что что они такие мрази растягивают время чтобы заработать побольше денег и прочее 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 надеюсь вы понимаете потому что рисовать аниме это муха дорого это очень дорого это очень дорого и время затратно и если это делать очень быстро то получится говнецо кстати ребята вы посмотрели астру затерянную в космосе я ведь рекомендовал в прошлом выпуске то для кого я рекомендовал посмотрите обязательно мы там целый обзор сделали на этот аниме сериал в прошлом выпуске и прошлое можете посмотреть если не смотрели обязательно понравится обязательно заинтересует ну а если не заинтересует то но на этом все ребят спасибо что посмотрели 55 выпуск шаровых диалогов напоминаю вам что чаще меня можно видеть и даже пообщаться со мной поздавать вопросы посмотреть как я прохожу какие-то игры как поиграть со мной во что то потому что иногда я играю со зрителями приходите на мои стримы на твиче ссылка в описании ну и спасибо что посмотрели этот ролик до конца я очень старался хотя мне довольно тяжело их делать потому что я чаще всего не знаю чем говорить не забывайте ставить лайки писать комментариях что вам нравится что не нравится в моих выпусках давать какую-нибудь критику или пожелание писать писать какая тема вам наиболее интересно возможно я не расскажу в отдельном выпуске кстати дальше я планирую рассказать вам а аниме сериале кэншин и мэр джунс рассказать о том какой он классный о том как он интересный о том какой он не шаблонный и который стоит действительно смотреть потому что это не то что вы думаете прочитав описание посмотрев на постер на этом всем уже вот точно наверняка больше я не скажу ни слова кроме пока пока интересно а без очков лучше выглядит здорово надо улыбаться надо радоваться все же классно взяли заблокировали ролик нам кинули страйк а нам все равно а нам все равно